33 дачных участка в товариществах «Парус» и «Садовод» попали в зону оползня. Береговая полоса шириной от 60 до 100 метров и длиной почти в километр. Это зона активного оползня. Вся линия береговая, первая линия, точнее, полностью огорожена, выставлено охранение. Привлечено к охранению это 25 казаков сотни. Соответственно, на пляжах дежурят инспекторы ГИМС. И в случае необходимости будут закрыты, соответственно, пляжи Чкуевка и на мысе Толстяк. Напомним, смещение склона происходит с 15 часов 30 июля. С этого времени приняты меры предупредительного характера. Ведутся дальнейшие работы по изучению проблемы и способов ее решения. Приморский берег над пляжем сделал летний отдых смертельно опасным. Произошло первое обрушение двух хозпостроек в СТ «Парус». И в угрозу оползня попали два жилых дома и один недостроенный жилой дом. В настоящее время в ночь оползень активизировался далее. И сейчас в зону оползня попадает 33 участка СТ «Парус» и 11 участков садоводческих товарищества «Лесовод». Основная задача – обеспечить безопасность отдыхающих на первой линии домов и, соответственно, отдыхающих внизу. В операции задействовано 97 человек и 17 единиц техники, включая два плавсредства. Ведущий геолог оползневой службы Алексей Федоров рассказал, почему земля уходит из-под ног севастопольцев. Влияют осадки, влияет деятельность моря, штормов у нас, слава богу, пока сильных нет. В основном осадки, пригрузка склона. Вот гостиницу строили, пригрузили, сбросили на тело оползня 5000 кубометров грунта. В этих домах отдыхают не только приезжие дачники, но и постоянно проживают многие севастопольцы. Изменение состояния склона происходит у них на глазах. Это образование в результате, прежде всего, человеческой деятельности, так называемого антропогенного фактора и природного фактора. У нас тут накладочка произошла. Образование внизу плавнов или, скажем так, назовем их так даже просто озер. У нас идет подмытие стенки, вываливается кусок снизу, верхняя часть оседает. Оползень зарегистрирован давно. Он был активен до 2000 года, после чего стабилизировался. Тем не менее, все время происходили миллиметровые подвижки, сообщил Олег Новик. Год назад эта тема поднималась заместителем председателя законодательного собрания Александром Кулагиным, который настаивал на создании в городе специального оползневого управления. Год назад мы проводили круглый стол по этому поводу. Просили предупредить этих людей, хотя бы дать им предупреждение, что они находятся в опасных зонах и что нужно предпринимать какие-то меры. Особенно, видимо, нельзя здесь заниматься деятельностью мини-гостиниц, потому что ставят под угрозу жизни людей. Обязанность предпринимать какие-то меры должна была взять на себя исполнительная власть. Но чрезвычайное происшествие 30 июля показало, что никаких противооползневых мер предпринято не было. Только по счастливой случайности не погибли люди, на глазах которых обрушился их дом. Резолюция круглого стола была направлена в правительство Севастополя всем компетентным органам. Насколько я знаю, из 11 пунктов один точно исполнен, но это, к сожалению, не правительство Севастополя делало, а морской гидрофизический институт. В принципе, специалисты в 2017 году высказывали мнение. Просто никто ничего не делал и не делает. Я так понимаю, сейчас может быть даже тенденция свалить все на людей. На днях оползневые процессы усилились из-за дополнительной антропогенной нагрузки. В настоящее время территория в районе оползня ограждена. В ночное время выставлен патруль. Электроснабжение домов в зоне риска отключено. В пункте временного размещения в школе номер 27 гражданам предоставляют жилье. На 15 часов ситуация такая, что оползневый процесс стабилизировался. Дальнейших обрушений конструкции в настоящее время не происходит. Силами РСЧС города и МЧС России полностью обеспечена безопасность выхода к пляжам. И отцеплена территория оползневого процесса. Алексей Краснокутский заверил, что все отдыхающие предупреждены и находятся в безопасной зоне. По его словам, ситуация стабилизировалась, но её мониторинг продолжается.